МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. Освещение, водопровод и новый клуб. Глава Чуваши провел прием граждан. На ковер в Чебоксарах разыгрывается Кубок мира по женской вольной борьбе. Равные возможности. В эти выходные Международный день инвалидов. С утра в Ледовом дворце Чебоксары арена кипят страсти. Там начались предварительные встречи Кубка Мирова и новый клуб. Глава Чуваши провел прием граждан. На ковер в Чебоксарах разыгрывается Кубок мира по женской вольной борьбе. Равные возможности. В эти выходные Международный день инвалидов. С утра в Ледовом дворце Чебоксары арена кипят страсти. Дворительные встречи Кубка Мирова и нового клуба. На ковер в Чебоксарах разыгрывается Кубок мира по женской вольной борьбе. Равные возможности. В эти выходные Международный день инвалидов. Ваша информационная программа. Мама Республика в студии Галина Ридов. На ковер в Ледовом дворце Чебоксары арена кипят страсти. На ковер в Чебоксарах разыгрывается Кубок мира по женской вольной борьбе. Равные возможности. В эти выходные Международный день инвалидов. Ваша информационная программа. Республика в студии Галина Ридов. Равные возможности. В эти выходные Международный день инвалидов. В Ледовом дворце Чебоксарах разыгрывается Кубок мира по женской вольной борьбе. Равные возможности. В эти выходные Международный день инвалидов. На ковер в Чебоксарах разыгрывается Кубок мира по женской вольной борьбе. На ковер в Чебоксарах разыгрывается Кубок мира по женской вольной борьбе. В на ковер в Чебоксарах разыгрывается Кубок мира по женской вольной борьбе. На ковер в Чебоксарах разыгрывается Ваша информационная программа. Ваши информационная программа. Равные возможности. В Амориспублика в студии Галина Ридов. В Амориспублике в студии Галина Ридов. В Амориспублике в студии Галина Ридов. В Амориспублике в студии Галина Ридов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Равные в ра в Ледовом дворце Чебоксанской в вольной борьбе. Сары-арена кипят в стадии. Возможности в эти выходные. Здрасте. Там начались предыдущие информационные программы. Республика в студии Голицын. Сары-арена кипят в стадии. Сары-арена кипят в стадии. Республика в студии Голицын. Сары-арена кипят в стадии. В ра в Ледовом дворце Чебоксанской в вольной борьбе. Равные в... Равные в... Предварительные встречи кубками. На ковер в Чебоксарах расправлен в Ледовом дворце Чебоксанской. Равные в... Возможности в эти выходные... Ваша информационная программа... Здрасте. Там начались предыдущие... Республика в студии Голицын. Сары-арена кипят в стадии. В ра в Ледовом дворце Чебоксанской. Равные в... Равные в... Загревается кубок мира по женам. Предварительные встречи кубками. На ковер в Чебоксарах расправлен в Ледовом дворце Чебоксанской. Ровно, это новый клуб. Глава Чебоксанской. Возможности в эти выходные... Ваша информационная программа... Здрасте. Там начались предыдущие... Республика в студии Голицын. Сары-арена кипят в... В ра в Ледовом дворце Чебоксанской. В ра в Ледовом дворце Чебоксанской. Равные в... Загревается кубок мира по женам. Предварительные встречи кубками. На ковер в Чебоксарах. Ровно, это новый клуб. Глава Чебоксанской. Возможности в эти выходные... Ваша информационная программа... Здрасте. Там начались предыдущие... Республика в студии Голицын. Сары-арена кипят в... Загревается кубок мира по женам. Загревается кубок мира по женам. Предварительные встречи кубками. Равные в... Ковер в Чебоксарах. Ровно, это новый клуб. Глава Чебоксанской вольной борьбе. Возможности в эти выходные... Ваша информационная программа... Там начались предыдущие... Республика в студии Голицын. Сары-арена кипят в... Предварительные встречи кубками. Равные в... Сотрудниками. Все условия для качественной работы для них созданы. Александра Новикова на предприятии работает уже восемь лет. Инвалидность, по слуху, не остановила девушку на пути к мечте. Найти работу. Ее задача в кондитерском цеху – прокатка и укладка теста. Саша очень исполнительная, хорошая девочка. С работой она справляется хорошо. Работает качественно. В этом году на господдержку инвалидов в сфере занятости Республика получила свыше 380 миллионов рублей. В Чувашии проживает почти 27 тысяч трудоспособных инвалидов. Получить рабочее место – реально. Из 100 человек, обратившихся в центры занятости, больше 80-ти находят работу. За январь-октябрь этого года утроустроены органами занятости, только органами занятости прошло заметить, 850 инвалидов. Это больше, чем уже в прошлом году. Работа ведется постоянно. Центры занятости держат всех инвалидов трудоспособного возраста на карандаше. То есть, постоянно идет с ними контакт. К 2020 году уровень трудоспособного инвалидов должен достичь 50%. Сейчас ведется работа в этом направлении, поэтому все силы прикладываем для достижения. Технологи, повара, швеи и, конечно же, врачи. Спектр вакансий, которые уже заняли люди, имеющие проблемы со здоровьем, очень широк, и для них очень важно чувствовать себя такими же, как все, жить полной жизнью, быть полезным обществу. Рифат Фадкулин, Расиль Мухаммедов, Республика. Как расширить ограниченные возможности инвалидов, задумались в Пенсионном фонде России и решили оптимизировать процессы, связанные с образованием, трудоустройством, получением пенсии, других мер поддержки. Пройти реабилитацию, найти работу и трудоустроиться. Если раньше для этого нужно было обращаться в разные инстанции, то сейчас создан личный кабинет для людей с ограниченными возможностями. Попасть в личный кабинет можно через сайт фри. Людям с ограниченными возможностями он хорошо известен и расшифровывается как федеральный реестр инвалидов. Для этого надо обязательно быть зарегистрированным на портале госуслуг, так как нужно вводить тот же логин и пароль. Человек появляется в общем реестре сразу после установления врачами его инвалидности. Здесь уже указывается группа, которую ему присвоила комиссия. Информация о том, требуются ли ему дополнительные приспособления. Например, инвалидная коляска, трость, даже собака-поводырь. Из личного кабинета можно будет написать заявление на получение пенсии. Все это не выходя из дома и процесс назначения выплат станет короче, так как все необходимые для этого справки специалисты пенсионного фонда могут получить из единого реестра. Пенсионный фонд, в этом также отведен роль оператора. Ну, одновременно пенсионный фонд здесь, конечно, является поставщиком информации по многим моментам. Вообще, вот в этом реестре инвалидов, прежде всего, не только накапливать информацию о предоставляемых мерах социальной поддержки, будем говорить по всем направлениям. Здесь, значит, поставлена задача, чтобы наиболее эффективная была предоставлена государственная помощь в рамках, значит, лечения инвалидов, реабилитации инвалидов, восстановления их, в общем-то, максимального восстановления здоровья. Обучение и занятость людей с ограниченными возможностями – очень важная часть реабилитации. Через личный кабинет можно будет узнать всю необходимую информацию о перспективах образования и трудоустройства, о трудовых правах людей с ограниченными возможностями здоровья. Также на сайте можно оставить комментарии о качестве оказанных услуг в различных учреждениях, а при необходимости и пожаловаться. В 2017 году личный кабинет работает в качестве экспериментальной площадки, а с 2018-го станет обычной практикой. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Творчество без границ. Под таким названием в Чебоксарах прошел Республиканский фестиваль творчества инвалидов. Всего около сотни детей со всех районов Чувашии показали, что в искусстве нет ограничений. Этим ребятам ничто не мешает чувствовать себя настоящими артистами. Вокал, хореография, прикладное творчество, художественное слово – это далеко не все номинации, в которых проявили себя участники. Каждый номер проникновенен и искренен. Детям с ограниченными возможностями здоровья очень важно адаптироваться в социальном мире, быть нужными, почувствовать, что они тоже что-то могут. И вот этот фестиваль дает ему хороший шанс как раз вот эти все таланты проявить и показать себя. Подобный фестиваль состоялся впервые. Творчество для этих ребят – это не только приятное времяпровождение и способ выразить себя, но и новые знакомства. Язык не поворачивается назвать их людьми с ограниченными возможностями. Азарт, энергия и мастерство – таланты не имеют границ. Рифат Фаткулин, Владимир Галожев, Республика. И вновь возвращаемся в Ледовый дворец Чебоксары-Арена. Там состоялось торжественное открытие Кубка мира по женской борьбе и встречи третьей сессии. За событиями следят Ольга Пырочкина и Андрей Спиридонов. Коллеги, вам слово. Галина, добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы находимся в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Хотя, на мой взгляд, его пора переименовывать во дворец всех видов спорта. Буквально в начале ноября здесь проходили баскетбольные матчи чемпионата России. Тогда, с помощью специальной технологии, не растапливая льда, здесь постелили специальный паркет. Ну а теперь ковер. Кубок мира по вольной борьбе среди женщин в Чебоксарах проходит впервые. В Сталису Чувашии приехали самые сильные команды мира. Это Россия, Украина, Япония, Китай, Монголия, США, Азербайджан и Швеция. Всего 8 команд. Победители будут определять только в командном зачете. И, как уже говорили сегодня мои коллеги, все команды разделили на две подгруппы А и Б. Россиянки в группе А. И они борются с США, Японией и Швецией. Предварительные встречи – это когда в каждой подгруппе определяются сильнейшие команды. Идут уже сегодня с утра. В 17 часов предварительные поединки приостановили для того, провести торжественную церемонию открытия Кубка мира по вольной борьбе среди женщин. Глава Чувашии поблагодарил организаторов, спортсменов и зрителей за этот праздник спорта в Чебоксарах. Мне очень нравится этот город Чебоксары, потому что здесь сердце женской борьбы, здесь основа. Здесь та самая школа, которая дает чемпиону нашей российской команде. Вот хотел бы образно выразиться, есть неделя женской моды в Париже, Николай Васильевич, а есть неделя женской борьбы в Чебоксарах. И сейчас схватки продолжаются. И команды, которые наберут наибольшее количество баллов в своей подгруппе. Вот мы слышим поддержку зрителей. Они уже завтра в финале будут сражаться за первую и вторую ступень педестала почета. Остальные команды уже в зависимости от баллов за места с третьего по восьмое. И призовой фонд турнира составляет более трех миллионов рублей. Обладатели Кубка мира по женской борьбе станут известны уже завтра. Впереди у спортсменок еще один соревновательный день. Будем болеть за наших. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.